Я напомню, что в прошлый раз мы обсуждали, что есть такая штука, как интеграл. И по смыслу это площадь под графиком кривой с учетом знака функции. Если у меня есть какая-то функция, допустим, здесь x, здесь y. И вот у меня есть какая-то функция y равняется f от x. То, допустим, я выбрал какие-то точки a и b, скажем, как-нибудь вот так. Тогда интеграл от a до b от этой функции f от x – это площадь вот такой штуки. Значит, мне нужно взять вот эту часть, положительную часть с положительным знаком, отрицательную часть, которая проходит под горизонтальную осью с отрицательным знаком, и сложить. Давайте я напишу, что вот на этой картинке интеграл от a до b f от x dx – это есть площадь. Значит, вот такого положительного кусочка зелененького минус площадь красненького кусочка. Вот. Значит, формально мы определяли интеграл таким образом. Мы говорили, что есть понятие интегральной суммы, а именно, что можно разбить наш отрезочек на какое-то количество кусочков как-нибудь, и построить так называемую интегральную сумму, которая представляет собой сумму площадей вот таких прямоугольничков. Значит, формально пусть. Значит, у меня сейчас идет напоминание. Значит, у меня p – это размеченное разбиение отрезка a, b. То есть, p состоит из таких объектов. Значит, это x, которые начинаются с a и заканчиваются b. Это точки z. z и ты принадлежит отрезку от x и минус 1 до x и этого. И что у нас есть? Дельта x и это. Это есть x и минус 1. x и это минус x и минус 1. И по определению интеграл от a до b f от x dx. Это есть пределы интегральных сумм, а интегральная сумма – это такие штуки. Значит, интегральная сумма от функции f, соответствующая разбиению p, это есть сумма по i от 1 до n f от z и этого на дельту x и это. А интеграл – это и есть предел этих интегральных сумм. Значит, можно немножко условно или введя соответствующее обозначение сказать, что это вот такая штука. Ну, просто, Илья, вы вроде бы знаки перепутали там, где a, b, x, n и всякие. Может быть, сейчас посмотрим. Так, сейчас, где знаки перепутал? Ну, там, где a равна... А, да, я понял. И не в ту сторону, не в ту сторону неравенство, конечно, да. Вот так нужно сделать. Да, отлично. Вот. Значит, да, я еще забыл определить такое d от p. d от p – это диаметр разбиения, это минимум из всех длин отрезочков. Которые входят в разбиение. Значит, эта штука называется диаметром разбиения. Вот. То есть, короче говоря, мы просто делаем... Разве не максимум? Что? Разве не максимум? Да, по-моему, максимум. Видимо, я сегодня буду ошибаться в знаках. Вместо минимумов писать максимум, и наоборот, вместо больше – меньше. В общем, нужно везде следить. Да, максимум, конечно, в биене. Вот. Я хочу сделать, чтобы у меня все отрезочки были бы маленькими, и тогда я говорю, что у меня моя интегральная сумма будет близка к соответствующему интегралу. Если такой предел существует, то мы говорим, что функция интегрируема. Бывают функции неинтегрируемые. Например, функция dirichl. Но вот мы сейчас будем иметь дело с интегрируемыми функциями. Как правило, мы будем работать просто с непрерывными функциями. Если функция непрерывная на отрезке, то она обязательно интегрируема. Вот. Значит, это было напоминание. Как есть ли здесь какие-нибудь вопросы по этому поводу? Давайте поговорим про какие-нибудь свойства. Значит, какие бывают свойства. Ну, давайте я начну с лимитности. Почему мы обязательно выбираем за итое между х1 и х и минус 1? Почему мы не можем взять просто, например, f от х и то? Можем. Но если бы я использовал определение именно такое, то я получил бы слишком... Ну, как бы у вас тогда стали бы... Работа с определением была бы сложнее. Соответственно, кажется, что определение стало бы проще, а с другой стороны, работа с ним была бы сложнее. Ну, вот, например, если бы я бы сказал, что у меня z итое обязательно равняется, допустим, х и минус 1. То есть всегда брал бы левые концы отрезков. Или, наоборот, правые концы. Давайте посмотрим на какую-нибудь странную функцию. Например, на функцию Dirichlet. Вот если бы я разрешил брать в качестве моих точек только, например, левый конец отрезка, то тогда у меня бы интеграл от функции Dirichlet выглядел бы довольно странно. А именно, например, если бы у меня правый и левый конец были бы, скажем, рациональными числами и делил бы я на равные отрезочки, то тогда бы у меня эта интегральная сумма всегда была бы, скажем, единица равна. Там единицу умножить на длину отрезка интегрирования. Ну, хорошо, да, ладно. Может быть, сумма Dirichlet здесь плохо, потому что так и так предел бы не существовало, потому что я там отрезки разбиения могу по-разному выбирать. В общем, короче говоря, в некоторых приложениях нам удобнее, когда мы можем произвольно-образно выбирать вот эти точки. Не обязательно ограничиваться только, допустим, левым концом отрезка. Правда, что если интеграл существует, то в качестве из-за этого можно брать левый конец отрезка или правый конец отрезка, или середина отрезка. Но удобнее давать определение, когда мы эту точку можем выбирать произвольным образом. Хорошо, спасибо. Чтобы позже, когда мы будем доказывать какие-нибудь теоремы, типа теоремы ООН, типа теоремы ООН. Типа замены переменных будет видно, почему это полезно. Ну и, кстати, сейчас тоже будет видно. Я сейчас одну штуку докажу, которая тоже будет требовать возможности выбора ZIT. Давайте поговорим про какие-нибудь свойства. И первое свойство, которое я хочу обсудить, это линейность. Это вот что значит. Это означает, что если у меня есть две функции f и g, значит, пусть f и g интегрируемы на отрезке на отрезке от a до b, тогда интеграл от a до b f от x плюс g от x dx, то есть интеграл от их суммы равняется, ну, как ни трудно догадаться, сумме интегралов. Значит, это первое свойство, а второе свойство такое. Если я умножу функцию на константу, то интеграл тоже умножится на константу. На то же самое. Значит, здесь c просто какое-то число. Знаете, просто напишу, что c – это просто изолятор. Вот эти два свойства, значит, называются свойствами линейности. Почему это линейность? Это вы на линейной алгебре обсудите. Очень скоро. Но, в общем, такие два свойства, они доказываются мгновенно. Это просто следствие того факта, что соответствующее равенство справедливо для интегральных сумм. Например, если я возьму две функции, f и g, и посчитаю их сумму, то вот интегральная сумма по какому-нибудь разбиению для f плюс g, это, конечно, есть интегральная сумма по этому разбиению f плюс интегральная сумма по этому же разбиению g. И с константой то же самое происходит. Константу можно вынести за знак суммы. И дальше, если эти равенства верны до перехода к пределу, то они будут верны и после перехода к пределу. Вот, в общем, таким образом доказываются эти два свойства. Значит, просто свойства сложения чисел вследствие того факта, что можно выносить константу из-под суммы и все такое. Как нужно ли подробнее пояснять это доказательство? Значит, второе свойство примерно из той же серии. Давайте скажу, что это монотонность в следующем смысле. Значит, пусть f и g интегрируемы на отрезке ab. и для всех иксов из этого отрезка, например, f от x не превосходит g от x. Тогда интеграл от a до b f от x dx не превосходит интеграл от a до b g от x dx. Значит, если я функцию увеличил, то тогда интеграл увеличился. Опять же, доказывается точно так же можно просто сказать, что интегральная сумма spf будет не превосходить интегральную сумму spg. Это будет верно вообще говоря для любого разбиения. Ну и опять же, дальше переход к пределу. Внеравенство. Значит, вот и все доказательства. Как верите в это? спросите чего-нибудь. А вы можете прочитать то свойство, где мы константу умножали? Смотри, значит, если я беру какой-то, если у меня есть какая-то дифференцируемая на отрезке от a до b функция, то если я умножу на константу и посчитаю интеграл, то это все равно, что константу умножить на интеграл от самой функции. То есть интеграл от a до b cf от x dx это c умножить на интеграл от a до b f от x dx. То есть как бы константу можно выносить за знак интегралов. Так, есть еще какие-нибудь вопросы? Вот, надо замьютить. Я не вижу кого. Окей, едем дальше. Третье свойство, которое нам понадобится, такое. Если функция f интегрируема на отрезке от a до b, то она ограничена на этом отрезке. Значит, мы говорили, что непрерывные функции являются интегрируемыми, но вообще, говоря, в обратную сторону неверно. Если функция не является непрерывной, то не факт, что она не интегрируема. Можно придумать примеры функций, которые будут не являться непрерывными, но при этом останутся интегрируемыми. Но вот, по крайней мере, ограниченными такие функции должны быть. Свойство немножко забавное, потому что чуть-чуть позже мы будем обсуждать, как все-таки проинтегрировать функцию, если она не является ограниченной. И в некоторых случаях нам удастся это сделать. Но если пользоваться строго тем определением, которое я сейчас дал, неограниченные функции не являются интегрированными. Мы это сейчас докажем. Ну, давайте от противного. Пусть f не является ограниченной. Ну, давайте рассмотрим какое-нибудь разбиение. Любое. Значит, вот мы разбили отрезок от A до B на маленькие отреточки. Значит, если у меня функция была не ограничена на всем этом большом отрезке, ну, что это означает? Это означает, что она является неограниченной на каком-нибудь из отрезков разбиения. Отрезок разбиения конечное число для фиксированного N. Значит, если бы так оказалось, что функция ограничена на каждом из этих отрезочков, то мы бы просто взяли максимум из всех ограничений и получили бы ограниченность на всем отрезке. Значит, если функция не ограничена на A, B, то она не ограничена на каком-то из отрезков разбиения. Значит, если F то найдется такое K, что F не ограничена на отрезке XK-1, XK. Ну, хорошо, то есть что это означает? Вот у нас как-то функция устроена. Вот у нас здесь есть наш отрезочек. Допустим, вот этот. Вот это, допустим, у меня будет XK-1, а вот это будет XK. Значит, и вот на этом отрезке функция принимает сколько угодно большие значения. Ну, что это означает? Это означает, что я могу в качестве ZK выбирать сколько угодно большие значения. Но тогда я могу всю интегральную сумму сделать сколько угодно большой. там по модулю, допустим, сколько угодно большой. Значит, тогда для всякого C найдется такой Z. Давайте ZK из этого отрезка из этого отрезка XK-1, XK такое, что модуль F от ZKT будет больше, чем C. Но что это означает? Это означает, что я могу сделать, значит, я могу сделать вот то произведение, которое отвечает этому отрезку в интегральной сумме, я могу его сделать сколько угодно большим. Значит, если я зафиксирую все остальные Z, буду менять только вот это, то я могу сделать так, что у меня вот это F, я могу сделать так, чтобы F от ZKT умножить на ΔXKT и стало бы каким угодно. Значит, в том числе, чтобы я могу таким образом сделать всю интегральную сумму тоже какой угодно, сколько угодно большой. Ну, значит, никакого интеграла нет. Нет никакого предела, к которому вся бы эта штука стремилась. Значит, зафиксируем Z и T из X и минус 1 X и T и не равняется K и будем менять ZKT. Тогда значит, что можно сделать? Можно сделать такую штуку. Выберем в качестве C. выберем C, которая устроена таким образом. Это есть интегральная сумма по всем и от единицы до K по всем и от единицы до N, но при этом и не равная K. Мы взяли тот кусочек интегральной суммы, который не относится ни к этому отрезку. Значит, f от Z KT и ΔX KT. Взяли, например, этот кусочек интегральной суммы и прибавили к нему еще какой-нибудь C1. Только там Z и T, наверное, и ΔX тоже. Да, да, да. Z и T будет. Значит, прибавим к нему какой-нибудь C1. тогда соответствующий давайте даже вот так сделаю. Вот так плюс C1. Тогда для соответствующего ZKT интегральная сумма … А, да, сейчас, значит, эту штуку нужно еще поделить на ΔXKT. Значит, я хочу выбрать вот такую штуку. Значит, все вот это вот я еще и хочу поделить на ΔXKT. тогда для соответствующего ZKT интегральная сумма по и от единицы до n F от Z и того ΔX и T будет больше, чем C1 по модулю. Значит, ну, чего я хочу сказать? Я хочу сказать очень простую мысль, что вот у меня есть та часть интегральной суммы, которая относится ко всем отрезочкам интегрирования, кроме моего катала. Значит, вот вся вот эта интегральная сумма. Какой бы она ни была, я могу сделать вот этот отрезочек, я могу сделать вот ту часть интегральной суммы, которая относится к моему отрезку, настолько большой, что даже если, например, или настолько маленькая, наоборот, настолько отрицательная, что даже если вот эта часть имеет другой знак, например, вот эти все штуки отрицательные на самом деле, а вот эту штуку я хочу сделать положительной, мне все равно удастся заставить модуль всей вот этой суммы быть сколь угодно большим. Просто за счет того, что я могу выбирать вот эту вот штуку сколь угодно большую. Ну, и из этого следует, что для любых любого диаметра разбиения интегральные суммы не ограничены и, следовательно, предела нет. Значит, это как-то так. А C1 это что? Ну, вот я хочу доказать, я хочу доказать, что я могу сделать интегральную сумму неограниченной, сколь угодно большая по модулю. Для этого мне нужно выбрать какой-то C1 и сказать, что я могу сделать модуль всей интегральной суммы больше, чем C1. Вот я его, я это делаю таким образом. Я сначала выбираю эту C1, потом по этому C1 выбираю вот эту C большое, которая мне позволяет выбрать вот эту Z-ката, и после этого говорю, что вот если я таким образом выбрал это Z-ката, что у меня вот этот вот кусочек больше, чем вот это C большое, то тогда вся вот эта интегральная сумма оказывается больше, чем C1 по модулю. Ну, потому что я здесь... Да, давайте. А зачем мы домножали на 1 разделить на дельта X-ката? Ну, потому что у меня вот этот C контролирует значение F от Z-ката. В интегральной сумме F от Z-ката умножится на дельта X-ката. А мне нужно, чтобы результат вот этого умножения был бы сколь угодно большим. поэтому я вот здесь требую, значит, я требую, чтобы само значение F от Z-ката было бы больше, чем вот эта штука, деленная на дельта X-ката. Когда я умножу на дельта X-ката, я хочу, чтобы у меня этот кусочек в интегральной сумме был бы больше, чем вот эта вот вещь. Получается, что у вас вот этот модуль, который вы по-скриньем записали, вы там не учитываете интегральную сумму всех остальных участков. Вот как раз вот здесь я его и учитываю. Ну смотри, ну нет, получается же два раза его учитываете. То есть один раз вы учитываете, ну то есть вот здесь, который вы сейчас показали, вы тут просто говорите, что это именно для нашего Z-ката работает только. Ну сейчас, смотрите, у меня утверждение такое, что я Z-ката выбрал так, чтобы, значит, вот у меня F от Z-ката больше, чем C, то есть больше, чем вся вот эта вот штука. Значит, дельта X-ката на F от Z-ката больше, чем, значит, сумма по всем и неравным k, значит, сумма по всем и неравным k F от Z-i-t дельта X-i-t плюс C1. Значит, здесь нужно поставить модуль, давайте здесь тоже поставлю модуль, давайте тут тоже поставлю модуль, тоже будет модуль. значит, теперь, если я рассматриваю полную сумму, полную интегральную сумму, то у меня полная интегральная сумма устроена так, это есть сумма по всем и неравным k F от Z-i-t дельта X-i-t плюс F от Z-ката дельта X-ката. Значит, если я поставлю здесь модуль, то эта штука будет значит, сейчас нужно аккуратненько сделать. Значит, сейчас у меня тут что-то неравенство, треугольник не в ту сторону работает. Значит, я хочу сказать следующее, я хочу сказать, что я хочу вот эту вот штуку сделать, даже если так оказалось, что вот у этой штуки, вот у этой штуки разные знаки, то я хочу сказать, что эта штука все равно будет больше, чем C1. Почему это так? Сейчас. я потребовал, чтобы я потребовал, чтобы значит, сейчас вот здесь будет модуль тоже F от Z-ката больше C. Что я хочу сказать? Хочу сказать, что модуль вот этой штуки будет больше, чем вот такая штука. это означает, ну да, нет, все правильно. Значит, поскольку модуль вот этой штуки больше, чем вот такая штука, то самое плохое, что может случиться с вот этим модулем, это когда вот из этой штуки вычистится вот такая штука. Но тогда как минимум C1 и останется. Поэтому, в общем, эта штука больше, чем модуль C1. Так что нет, все работает. я как раз вот в этом месте учитываю вот всю оставшуюся часть интегральной суммы. То есть C1 может быть любым, да? Да-да-да-да-да-да. Я сейчас говорю так, что я для всякого C1 подбираю так Z-ката, чтобы вся моя интегральная сумма оказалась больше, чем C1. Вот я это делаю. Я по C1 выбираю C, по C выбираю Z-ката, и дальше все работает. Ну, как бы тут простая идея, что если я зафиксировал вот эту часть, а вот с этой частью могу делать, что хочу, могу делать какой угодно большой по модулю, то мне уж точно получится всю эту сумму сделать какой угодно большой по модулю. Дальше техника. Убедил? Непросто. Я что-то не очень понял, зачем мы C ввели? Ну, у нас C, я изначально написал, что у нас вот это C, это та штука, которая приходит из определения того, что означает, что F не является ограниченной, и которая позволяет нам выбирать Z-каты. Спасибо. А вот это C1, это то C, которое у меня нужно для того, чтобы сказать, что у меня интегральная сумма не является ограниченной. Хорошо? Вот. И вот, кстати, как раз возвращаясь к вопросу о том, почему мы Z-каты выбираем произвольным образом, но в частности оно позволяет доказывать вот такого типа утверждения. Здесь мы явно воспользовались тем, что у нас Z-каты выбирают как хотим. вот. Хорошо. Давайте значит, так, следующий набор свойств это свойства, связанные с пределами интегрирования. Значит, о пределах интегрирования. во-первых, если вы возьмете интеграл от A до A какой-то функции, то получится ноль. Ну, что логично, отрезок от A до A, как ни разбивай на подотрезочке, все равно длина всех этих подотрезочков будет нулевая, и поэтому все интегральные суммы будут нулевыми. Значит, дальше. Если у вас есть функция, давайте я скажу так, что пусть у меня есть функция F, которая, значит, она интегрируема на отрезках от A до B. и от B до C, тогда F интегрируема на отрезке от A до C, и интеграл от A до C равняется интегралу от A до B от функции F плюс интеграл от B до C функции F. Значит, что это означает? Ну, вот я нарисовал какой-то график. у меня есть отрезки интегрирования от A до B и от B до C. Ну, и, в общем, это, на самом деле, свойство вполне очевидно для площадей, значит, что площадь участка, которая висит над отрезком от A до B, допустим, вот эта площадь, плюс площадь участка, которая висит от B до C, допустим, вот эта площадь. Ну, она, конечно, должна равняться площади всей вот этой вот области, которая висит над отрезком от A до C. никуда не денется. Значит, любой разумным образом определенный интеграл должен обладать таким свойством, но, в частности, интеграл Риммон таким свойством обладает. Значит, я, честно говоря, не очень хочу сейчас подробно это утверждение доказывать. Значит, оно доказывается примерно так же, как все в этой науке. Тут нужно немножко аккуратненько поиграться с оценками. И, ну, давайте я скажу два слова. Допустим, что я разбил, допустим, что у меня есть отрезок интегрирования от A до C. Я его разбиваю, как положено, на маленькие отрезочки. И дальше что получается? Значит, вот у меня есть те отрезочки, которые не включают в себя точку B. Значит, из них я могу просто собрать соответствующие отрезки разбиения для, соответственно, нашей функции F на отрезках от A до B и на отрезках от B до C. Значит, проблема, которая здесь может возникнуть, она есть только вот на этом отрезке, который содержит в себе точку B. Значит, давайте я ее выделю. Значит, можно сказать так, что у меня на самом деле мой интеграл от A до B, он будет стремиться к... Значит, если я буду брать просто интегральность суммы на отрезки от A до B и буду как бы выкидывать вот этот вот отрезочек, то сумма, интегральная сумма, которая относится ко всему остальному, она все равно будет стремиться к моему интегралу, потому что функция F ограничена, это означает, что площадь вот этого прямоугольничка, который захватывает точку B, в любом случае ограничена и стремится к нулю, если диаметр разбиения стремится к нулю. Поэтому, в общем, у нас получается такая штука, что вот эта площадь, вот такая площадь будет стремиться к площади под кривой на отрезке AB. Вот такая площадь будет стремиться к соответствующей площади соответственно для отрезка BC. Ну и это означает, что вся площадь вместе, опять же, вот эта штука стремится к нулю, значит, вся площадь вместе будет стремиться к сумме вот этих двух площадей. Такой площади и такой площади. Не знаю, насколько убедительно выглядит эта штука, но, честно говоря, мне ужасно тоскливо доказывать это совсем аккуратно, а колоквием у нас все равно больше не будет на эту тему, так что давайте в этом месте пропустим аккуратные доказательства. Мне кажется, что важно то, что ключевая идея такая, что если что-то ломается на одном отрезочке, вот если какая-то штука ломается на одном отрезочке, то это совершенно не страшно с точки зрения интегральных сумм, потому что у нас эта поломка, она за счет ограниченности функции f, эта поломка у нас имеет порядок у большого от delta x размера разбиения. То есть это delta x умножить на какую-то константу. И когда delta x стремится к нулю, все вот эти вот ошибки, которые могут из-за этого возникнуть, они все стремятся к нулю. Главная идея такая. Вот. Похоже на правду? Ну, вроде реалистично выглядит, мне кажется. Окей. Давайте докажем что-нибудь более веселое. Значит, это основные такие свойства интегралов, которые мне были нужны. А, да, вот еще тут есть следствие такое, которое нам тоже будет полезно. Следствие такое, что если у вас есть интеграл от a до b f от x dx, то это все равно, что если я поменяю пределы интеллижирования, то знак интеграла меняется. То есть если я переставляю их, у меня был интеграл от a до b f от x dx, а становится интеграл от b до a f от x dx. Значит, то тогда знак интеграла меняется. Ну, это логично следует как бы из двух предыдущих свойств. Потому что если я, наоборот, сложу интеграл от a до b с интегралом от b до a, по вот этому свойству я должен получить интеграл от a до a. А по вот этому свойству он равен нулю. Ну, на самом деле, если посмотреть на определение, то это из определения тоже следует. Потому что у меня там нужно будет умножать на delta x и t, которые будут равны, но они будут, наоборот, отрицательными. Ну, в общем, конечно говоря, разумное определение интеграла приводит вот к такому требованию. Что когда вы меняете пределы интегрирования, переставляете их местами, то знак меняется. Как? Верите в это? А что такое интеграл от b до a на картинке, вот, например? Ну, это, так сказать, это тот же самый интеграл, только посчитанный в обратную сторону. Значит, можете считать, что это определение. Можете считать, что это определение того, что такой интеграл от b до a. До сих пор, когда мы рисовали картинки и говорили, что это площадь под кривой, мы подразумевали, что у нас левый конец, что у нас a левее b, что у нас нижний конец интегрирования левее верхнего конца интегрирования. Но оказывается, что можно сказать просто по определению, что тогда, если мы будем считать наоборот, то тогда просто нужно эту площадь брать с обратным знаком. На самом деле, если вы посмотрите на определение через интегральные суммы, то там никаких даже дополнительных слов не нужно говорить. Значит, если мы считаем интегральную сумму, но в которой, наоборот, у нас вот эта точка называется x0, а вот эта точка называется xn, то у нас просто дельта и x it будут отрицательными, потому что мы каждый раз из следующего вычитаем предыдущую. Мы каждый раз не из правого вычитаем левое, а из следующего предыдущая. И там это равенство будет просто тоже мгновенно получаться. Вот. Хорошо. Теперь я готов доказывать формулу Ньютона-Лебница, также известную как фундаментальная теорема анализа. Формулу Ньютона-Лебница. Ну, точнее, еще пока не совсем готов. Считаем, что это такой раздел темы. Прежде чем говорить про формулу Ньютона-Лебница, мне нужно дать еще одно определение. Пусть какая-нибудь функция f непрерывно на отрезке a, b. Тогда функция его большая, определенная на этом же отрезке, называется ее первообразной. Первообразный f. Разные люди говорят по-разному, и не знаю, как правильно. Кто-то говорит первообразно, кто-то говорит первообразно. Меня, кажется, в какой-то момент приучили говорить первообразно, а с тех пор я говорю первообразно, но не настаиваю на том, что это правильно. Значит, называется первообразная функция f маленькая, если для всех x из-за интервала от a до b производная f большого равняется f маленькой. Ну, и давайте я потребую, чтобы f не была бы непрерывна на отрезке от a до b. f большая была бы непрерывна. Ну, просто чтобы было понятно, что у них там в концах отрезка. Короче говоря, отыскание первообразной – это операция обратная к операции дифференцирования. Ну, давайте я приведу какой-нибудь пример. Вот, допустим, у меня есть функция f от x равняется, скажем, x квадрат. Что вы можете предложить в качестве первообразной? То есть мне нужна такая функция, что когда я ее продифференцирую, я получу x квадрат. Как ее найти? Да, но тут нужно, на самом деле, либо знать, либо угадать. Значит, если угадывать, то угадывать так. Ну, примерно понятно, что когда мы дифференцируем степенные функции, снова получаются степенные функции. Значит, наверное, стоит искать первообразную среди степенных функций. Когда мы дифференцируем, степень уменьшается на единицу. Ну, значит, наверное, наше первообразное – это x в кубе, но, может быть, с каким-то коэффициентом. Но осталось придумать с каким. Значит, когда я продифференцирую x в кубе, у меня тройка вынесется. А я хочу получить прямо-таки вот x квадрат. Ну, значит, коэффициент должен равняться 1 третьим. Значит, f от x равняется x в кубе на 3. Можно ли придумать еще какую-нибудь первообразную? 1. 1? Ну, ничего, плюс 1. А, плюс 1. Да. Значит, можно предложить такую первообразную, а на самом деле можно предложить еще какую-нибудь вот такую первообразную. x кубе на 3 плюс 1. Понятно, что добавление константы не меняет производную. Когда я продифференцирую, константа уйдет. И поэтому, на самом деле, понятно, что квадраты первообразные, можно добавлять любую константу. Есть ли какие-нибудь другие первообразные, которые таким образом не описываются? Можно ли придумать какую-нибудь другую первообразную, которая не получается из x куб на 3 добавлением константа? Как вы думаете? Ну, на самом деле нет. Вопрос такой, бывает ли такое, что, может ли вы придумать какую-нибудь другую первообразную, например, x квадрат, которая не будет записываться в виде x куб на 3 плюс константа? Ну, может ли, может, еще есть какая-нибудь функция, которую вы продифференцируете и получите x квадрат? Почему нет? Ну, вот, на самом деле, не может такого быть. И на этой теме есть такое утверждение, что если у вас есть две разные первообразные для одной и той же функции f на одном и том же отрезке a, b, то тогда они обязаны отличаться на константу. Значит, тогда существует такая константа c. А доказательства? Я сейчас докажу. Тогда существует такая константа c, что f от x равняется g от x плюс c. Доказательства. Как бы вы стали доказывать такую теорему? Вам нужно доказать, что две функции, что одна функция является другой плюс константа. Ну, от обратной, наверное, надо идти от обратного. Ну, я бы сказал, что тут даже проще. Можно и без от обратного. Значит, нам нужно доказать, что разница между двумя функциями есть константа. Ну, давайте мы запишем эту разницу между этими двумя функциями. f от x минус g от x. Я хочу доказать, что вот эта штука есть константа, то есть она не зависит от x. Как это сделать? По определению, значит, возьмем производную просто. Да, давайте возьмем вот эту штуку производную. Получается f штрих от x минус g штрих от x. Но и f и g – это первообразные одной и той же функции f маленькая. Значит, это получается f маленькая от x минус f маленькая от x. То есть 0. А мы раньше доказывали с помощью теория Малагранжа, что если у нас функция имеет производную 0, то значит, она просто на всем отрезке или на интервале. то это означает, что она просто константа. Значит, следовательно, f от x минус g от x есть константа. Ну и, в общем-то, что и требовалось. То есть это означает, что разные первообразные отличаются всегда обязательно на какой-то константу. Ну вот теперь мы совсем готовы доказывать формулу Лемницы. Но сначала надо сформулировать. Значит, утверждение такое. Смотрите. Пусть функция f интегрируема на отрезке от a до b. Тогда справедливо два утверждения. Первое. Давайте рассмотрим такую штуку. Рассмотрим функцию g от x, которая есть интеграл от a до x от нашей функции. Ну, давайте я буду писать сейчас f от z до z. Это не очень важно. Значит, я использую вот здесь, я использую другую букву, не такую же, как вот здесь. Ну, просто чтобы не путаться. Потому что вот эта штука – это конец отрезка интегрирования. А вот здесь может быть записана, на самом деле, любая буква. Это, в общем, связанная переменная, она нигде, кроме как вне вот этой записи, не существует. Но, как правило, вот здесь пишут не такую же букву, как здесь. Значит, это тот же самый интеграл, который был раньше. То есть что это означает? Это означает, что вот у меня есть какая-то функция. Я рассматриваю то, что называется интеграл с переменным верхним пределом. Значит, жила-была у меня какая-то функция. У меня зафиксирован нижний предел интегрирования, точка А. А верхний предел – это мой х. Он меняется. Я его могу двигать туда-сюда. И буду получать разные значения площади. Значит, понятно, какая такая ж от х? Давайте проверим, чем равняется ж от А. Нулю. Нулю. Нулю, да. Понятно, что если у меня два конца интегрирования совпадают, то, значит, две границы интегрирования. То, значит, получается ноль. Вот. Хорошо. Значит, утверждение состоит в том, что ж от х есть первообразная для f маленькая. Можно просто? Ну, то есть, в общем, в основном, что х меньше b, да? Да, 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 да. Значит, ж – это функция, которая тоже будет определена на отрезке АВ. Значит, тогда ж штрих от х равняется f от х. То есть, ж является первообразной f. Значит, это равенство выполняется для всех х. Ой. Давайте я скажу так, для всех х из интервала от А до Б. Значит, это первое утверждение. Второе утверждение. Пусть f большая, какая-нибудь первообразная. Можно вопрос? Да. А вот у нас там, ну, ж от х, а f от z. И нам у нас все равно f. Вот тут, когда я пишу, вот здесь, когда я пишу интегрирование, я могу здесь написать любую букву. У меня главное, чтобы, так сказать, вот эта буква совпала с вот этой буквой. Вот. Какую букву обозначить аргумент функции f здесь неважно. Значит, ну, правда… Ну, я не хочу дублироваться. Ну, понимаете, у меня как бы, у меня вот здесь сейчас z, это вот просто какая-то переменная, которая живет вот здесь. Вот она бегает по вот этому отрезочку. И я хочу ее обозначать не такой же буквой, как x. Формально было бы не ошибкой, если бы я здесь писал бы интеграл от a до x, f от x до x. Но тогда нужно понимать, что вот этот x, он существует в рамках вот этого интегрирования. А вот этот x – это граница интегрирования. Это разные x. Чтобы не путаться, я обозначаю их разными буквами. Значит, второе утверждение состоит в том, что если f какая-нибудь первообразная, f маленького, то интеграл от a до b, f от z, dz – это есть f большая от b минус f большая от a. Значит, интеграл от a до b, f от z, dz – это есть разность значений первообразной в точке b минус значения первообразной в точке a. Значит, вот такое утверждение. Понятно ли, что сказано? Давайте попробуем подоказывать. Доказательство устроено так. Ну что, ну давайте вот тупо возьмем и попробуем доказать вот это равенство. Для этого мне нужно написать производную g' от x. Ну, давайте я это сделаю. Значит, g' в произвольной точке x. Это есть предел при дельта x, стремящемся к нулю. g от x плюс дельта x минус g от x разделить на дельту x. Значит, это есть предел при дельта x, стремящемся к нулю. Единицу на дельту x умножить на такую штуку. Значит, здесь у меня интеграл от a до x плюс дельта x. f от z дельта x минус, минус, ой, дельта x минус интеграл от a до x. f от z дельта x. Значит, что можно сказать про такую разность двух интегралов? Ну, давайте я... Это интеграл от x до x плюс dx. Да. Значит, опять же, можно нарисовать картинку. Значит, у меня есть вот такая штука. Интеграл от a. Значит, у меня здесь есть a, вот здесь у меня есть x. А вот тут у меня есть x плюс дельта x. Значит, и я из вот такой зелененькой штуки вычитаю вот такую, скажем, синенькую штуку. Ну, вот остается вот эта вот чистая зеленая штука, которая у меня здесь есть. И это как раз интеграл от x до x плюс дельта x. Ну, в общем, это следствие нашего утверждения про аддитивность. Значит, у меня интеграл вот такой плюс интеграл вот такой должен давать интеграл вот такой. интеграл от a до x плюс интеграл от x до x плюс дельта x должен давать интеграл от a до x плюс дельта x. Ну, значит, эта разность, это как раз и есть тот самый интеграл от x плюс дельта x. Значит, получается вот такая штука. Интеграл от x до x плюс дельта x. f от z, dz. Теперь смотрите. Давайте я сделаю такую вещь. Значит, у меня функция f по предположению непрерывно. Сейчас. Значит, она у меня по предположению интегрируема. Да, давайте я потребую большего. Давайте я потребую не просто интегрируемости от a до b, а давайте я потребую непрерывности. Это, кстати, важно, а без этого требования ничего не заработает. Значит, я напрасно забыл о формулировке. Извините, пожалуйста, а почему мы говорим, что она непрерывно от a до b, а не от 0 до b, например? Мы же по факту, когда берем как бы интеграл от 0 до b, мы же берем как бы интеграл как будто бы от 0 до b. Нет, почему? Она может вообще не быть необходима в окрестностях 0. Нет никакой необходимости выбрать именно интеграл от 0. Нигде у нас здесь 0 не был выделен. Тогда f до b. Это что подразумевается? Ну да, просто интеграл от b. Это подразумевается какой интеграл? Что такое интеграл от b? И у нас всегда интеграл от какой-то... f от b написали. Вот здесь? Ну, сама формула, да. Нет, ну смотрите, у меня есть какая-то первообразная функция f маленькая. Вот у меня есть f маленькая, определенная на отрезке от a до b. У меня есть какая-то первообразная в этой функции. f большая от b – это значение этой первообразной. Тут нет никакого нуля. Это любая первообразная. А если у нас функция... Ой, если функция непрерывная, то от нее существует интеграл? Да, да. Значит, непрерывная функция интегрирована, это гарантироваться. Поэтому я здесь выкинул условия интегрируемости, оставил только условия непрерывности. Итак, значит, смотрите, давайте я вот какую штуку скажу. Значит, давайте рассмотрим максимальное и минимальное значение функции f большого на вот этом отрядочке от x до x плюс делитой x. Значит, известно, что эти значения достигаются. Значит, известно, по теореме, которую мы доказывали, что f достигает своего максимального и минимального значения на отрезке от x до x плюс делитой x. Ну, то есть я ограничиваю функцию f на вот этот отрезок. Она по-прежнему на этом отрезке непрерывна. И, значит, вот на этом отрезке я ищу максимально-минимальное значение. Давайте я даже вот так вот скажу, что я просто ограничиваю ее на этот отрезок. Давайте как-нибудь эти значения и соответствующие точки, в которых оно достигается, как-нибудь обозначим. Давайте я скажу, что пусть вот у меня m большое от дельты x. Это есть максимум из всевозможных значений f от z. Значит, z принадлежит отрезку от x до x плюс дельты x. И давайте считать, что эта штука достигается в какой-то точке f от x max. Значит, x max, в свою очередь, зависит от дельты x. И есть m маленькая от дельты x. Это, наоборот, минимальное значение f от z на этом отрезке. И она достигается в какой-то точке x мин от дельты x. Значит, вопрос. Что происходит с m большим и m маленьким, когда дельта x стремится к нулю? Друг к другу стремится. Значит, да, утверждается следующее. Утверждается, что m большого от дельты x стремится к f от x при дельты x, стремящемся к нулю. И m маленькая от дельты x тоже стремится к f от x при дельты x, стремящемся к нулю. Ну, почему это так происходит? Ну, потому что у нас f непрерывно. А с другой стороны, ну, понятно, я делаю отрезочек все меньше, меньше и меньше. И каким бы ни было вот это, например, x max, оно должно лежать на этом маленьком отрезке. Значит, оно должно стремиться к x. Ну, а значит, оно обязано стремиться к f от x, когда дельты x стремится к нулю. Илья, извините, пожалуйста, вот вы написали вот x max и x min. Что это значит? Как это правильно произносить вообще? Так произносить x max от дельты x и x min от дельты x. Ну, по смыслу, вот смотрите, по смыслу, вот эта та самая точка, вот я зафиксировал отрезок. Я зафиксировал дельты x и зафиксировал отрезок. Мне гарантировано, значит, мне гарантируется, что на этом отрезке в какой-то точке функция f достигает своего максимума. То есть есть такая точка, что f в этой точке равняется вот этому, допустим, максимальному значению. Я эту точку обозначу через x max. А дельты x в скобках? А дельты x, потому что для разных дельты x я получаю разный x max, потому что у меня разные отрезки. Значит, вот, например, представьте себе, что у меня была вот такая дельта x, например. У меня в качестве x max была вот эта точка. А дальше я дельта x уменьшил, у меня x max тоже уменьшилась. У меня теперь получилась вот такая точка в качестве x max. Как? Ответил? Значит, у меня здесь все зависит от дельты x. Поскольку отрезок, на котором я работаю, зависит от дельты x, то и само максимальное и минимальное значение зависит от дельты x, и точка, в которой она принимается, тоже зависит от дельты x. И вот эту зависимость от дельты x я везде пишу. Стало понятнее, нет? Скажите что-нибудь. Все ясно. Отлично. Итак, понятно ли, почему m большой от дельты x должно стремиться к f от x при дельты x, стремящемся к нулю? Давайте я поподробнее напишу. Значит, m большой от дельты x – это есть f от x max от дельты x. Но f – непрерывная функция. x max от дельты x стремится к x при дельты x, стремящемся к нулю, так как x max принадлежит отрезку от x до x плюс дельты x. Ну и, следовательно, m от дельты x должно стремиться к f от x. А, извините, почему f – непрерывная функция? f – интегрируемая, да? По предположению, значит, я здесь вот в какой-то момент поправился. Я сначала написал здесь, что она интегрируема, но потом я поправился, потому что именно в формуле лебница нам нужна не просто интегрируемость, а именно непрерывность. Вот. Значит, вот это вот как раз берется из непрерывности f. Так, теперь смотрите, что получается. Получается, что у меня f от x не превосходит m большое от дельты x и больше либо равняется, чем m маленькая от дельты x. Значит, как мы перед этим выяснили, есть утверждение, что если у нас есть неравенство между функциями, то есть такое же неравенство между их интегралами по одному и тому же отрезку интегрирования. Иными словами, неравенство можно интегрировать. Ну вот давайте мы проинтегрируем. Это неравенство получается такая штука, что интеграл от x до x плюс дельты x f от x. Значит, все эти неравенства, они выполняются только на отрезке от x до x плюс дельты x, но нам ничего большего и не нужно. Значит, эта штука не превосходит интеграл от x до x плюс дельты x. m большого от дельты x. Давайте напишу по d z. А эта штука больше либо равняется, чем интеграл от x до x плюс дельты x. m маленькая от дельты x по d z. Значит, я утверждаю, что мой интеграл от x до x плюс дельты x f от x, он зажат между двумя интегралами. Оба интеграла в пределах от x до x плюс дельты x. В одном случае это m большой, а дельты x я интегрирую. В другом случае я маленькую от дельты x интегрирую. А у вас же в середине интеграл тоже по d z интегрируется? Ну давайте я напишу f от z до d z. Тогда и точку придется заменить. Нет, с точкой как раз все хорошо. Нет, наверху нет. Вы пишете, что у вас f от x меньше либо равно, чем m от d от x. Ну хорошо, значит, давайте я напишу так. Значит, что это верно для всех z из моего отрезочка. Чтобы было бы все последовательно. Вот так вот. Теперь обозначение последовательно. Так, ну хорошо. Давайте вот что сделаем. Давайте посчитаем интеграл справа и интеграл слева. Смотрите, у нас здесь вот это m большой от дельты x, это просто константа. То есть у меня вот это интеграл от постоянной функции. Ну что такое интеграл от постоянной функции? Значит, вот у меня есть какая-то постоянная функция m большого от дельты x. Значит, вот у меня есть интеграл от нее по отрезочку от x до x плюс дельты x. Чему равняется такой интеграл? Ну, равняется он площадь вот этого прямоугольника, взятым с подходящим знаком. Площадь прямоугольника – это воспроизведение его длины на ширину. Значит, ну давайте я напишу, что это вся штука справа. Это есть m большого от дельты x умножить на дельту x. А слева это m маленькая от дельты x умножить на дельту x. Значит, важный факт состоит в том, что вот эта m большая от дельты x, она не зависит от переменной, по которой мы интегрируем. С точки зрения нашего интеграла, это просто вот эта m большая от дельты x, это просто константа. Мы зафиксировали дельту x и теперь сравниваем вот эти вот интегралы. То есть фактически что происходит сейчас? Мы просто говорим, что вот эта площадь, которая нас интересует, вот эта площадь, она ограничена, как бы она зажата между площадями двух прямоугольничков. Вот такого прямоугольничка, который проходит по минимальному значению функции, и вот такого прямоугольничка, который проходит по максимальному значению функции. Но и минимальное, и максимальное значение функции будет близко, когда дельта x маленький, просто к значению функции в точке x. Дальше мы разделим на дельту x, и у нас эта площадь, после того, как мы ее поделим на дельту x, она просто превратится в число, которое будет близко к f от x. Ну, давайте посмотрим, что у нас получается. Для того, чтобы посчитать мою производную, я должен поделить этот интеграл на дельту x. Значит, давайте я продолжу. g' от x. Это есть предел при дельте x, стремящемся к нулю. Единица на дельте x интеграл от x до x плюс дельте x. f от z до z. Значит, и мне известно, что вот это подинтегральное выражение у меня зажато между двумя... Ну, вот если я поделю на дельту x, вот в этом неравенстве, в том неравенстве, которое у меня сейчас получилось, значит, поделю все на дельту x, то у меня вот эта штука оказывается зажатой между m маленьким от дельты x с m большим от дельты x. Значит, вот эта штука, она меньше либо равняется, чем m большая от дельты x и больше либо равняется, чем m маленькая от дельты x. Ну, а с другой стороны, они обе стремятся к одному и тому же числу, как f от x. Мы это здесь обсуждали. Ну, значит, весь этот предел равняется f от x. Давайте я еще раз покажу, как это устроено. Значит, единица на дельта x интеграл x, x плюс дельта x f от z, d z меньше либо равняется, чем m большая от x и больше либо равняется, чем m маленькая от x. Но каждый из них стремится к f от x, когда дельта x стремится к нулю. Ну, следовательно, по теореме двух милиционерах и вот эта штука, единица делит на дельта x от интеграл от x, d x плюс дельта x тоже будет стремиться к f от x. И все доказано. Еще раз, а про m большое от x понятно, а вот m малый от x, как мы сдавали, то есть снизу ограничения. То же самое, это просто минимум. Значит, и я здесь формулировал про m большое, но m маленькая точно так же. С ним все то же самое происходит. Просто максимум и минимум. Все остальные рассуждения такие же. Возвращаясь к картинке, можно сказать так. Вот смотрите. Если бы у меня функция f была бы просто постоянной вот на этом интервальчике, на этом отрезке, допустим, от x, d x плюс дельта x, то все понятно. Когда я чуть-чуть увеличиваю x, у меня к площади добавляется вот это самое значение функции умножить на дельту x. Поэтому скорость прироста, она как раз и равняется значению f от x. Ну, если f не является постоянной, но является непрерывной, то это тоже работает. Вот те отклонения, которые здесь возникают из-за непостоянства. Функции f, они маленькие по сравнению с теми величинами, которые нас интересуют. Вот, как? Убедительно звучит? Ну, да, но мы же не доказали саму формулу Ньютона-Лембиц, разве нет? В смысле, вторую часть. Ну, да. Я пока доказал первую часть, вот это утверждение доказал. А, хорошо, спасибо. Вот, а вторую сейчас докажем. У меня остается одна минута, мне как раз этого и хватит. Значит, второе утверждение. Значит, мы доказали, что g это первообразное для f по первой части. Значит, g это первообразное для f маленького. f другая первообразная. Следовательно, существует такая константа c, что g от x равняется f от x плюс c. Остается найти эту константу c. Но мы знаем значение g в одной точке доподлинно. В какой точке? Значит, g это наш интеграл с переменой верхнего предела. Ну, мы знаем, что он с точки а равен нулю. Да, мы знаем, что g от а равняется нулю. Ну, значит, давайте воспользуемся этим утверждением. Значит, g от а равняется нулю. С другой стороны, это есть f от а плюс c. Следовательно, c равняется минус f от а. Следовательно, g от x равняется f большого от x минус f большого от а. Ну, и в частности, g от b, который и есть мой интеграл от а до b, f от z, d, z равняется f от b минус f от а. Вот мы и доказали вторую часть формулу ньютер-реглица. Ну, хорошо, в одну минуту не уложился, уложился в две. Значит, почему это очень хорошее утверждение, почему эта теорема настолько важна, почему она называется, по крайней мере, в англоязычных исторических называется фундаментальная теорема анализа. Потому что она связывает интегрирование с дифференцированием, точнее, со взятием первообразным. Она позволяет свести задачу интегрирования, то есть задачу отыскания площади, к задаче угадывания или нахождения каким-то образом первообразных. И таким образом многие задачи такого типа поддаются решению. Есть ли какие-нибудь вопросы? какие-либо вопросы? Есть ли какие-нибудь вопросы?